Во Всеволожском доме-интернате отпраздновали День пожилых людей и открыли соляную пещеру. Очень полезный для здоровья кабинет галлотерапии. Здесь находятся пожилые люди и дополнительная поддержка иммунитета организма пожилого человека очень нужна. Особенно это важно сейчас в период, когда начинается заболевание органов дыхания. Это осень, зима и вот такая соляная комната, она очень здорово поддерживает организмами пожилых людей. Все заботы на обустройство кабинета легли на плечи региональных строителей. Два года назад они взяли шерстово над этим домом. Они нам сделали великолепную прогулочную площадку, сделали красивый нам пандус, который помогает колясочникам спуститься. И вот теперь у нас такой большой подарок это соляная пещера. Когда я приехал, увидев глаза стариков, благодарность, слезы на глазах, то от этого уже никуда. То есть мы получаем, скажем так, в ответ реакцию, ту, которая окупает те затраты, которые мы сюда вкладываем. Мы вкладываем труд и общность финансово наших членов Союза. Многие руководители, члены компании Союза, которые побывали здесь в момент наших мероприятий, они по-другому же реагируют. Сегодня здесь живут те, кому за. Люди заслуженные, блокадники, ветераны. За последние несколько лет, благодаря помощи неравнодушных людей, условия проживания здесь стали значительно лучше. Появилась гостиная, компьютерный класс. Всеволожский дом-интернат один из семи, которые работают сейчас в Ленинградской области. Конечно, мест для всех желающих не хватает. Поэтому до конца 2015 года, года старшего поколения в Ленинградской области, в Кирижском районе откроется современный геронтологический центр. Там сейчас активно ведутся ремонтные работы. Проведены практически все конкурсные процедуры на ремонтные работы. И на закупку оборудования подбирается персонал, соответственно. Направлены специалисты на переобучение. Нужны именно специалисты, гериатры. Их пока нет у нас в Ленинградской области ни в системе здравоохранения, ни в системе социального обслуживания. В перспективе в регионе должны появиться центры гериатрической помощи. Социальные услуги для пожилых людей станут доступнее. Тем более, что каждый четвертый житель 47-го региона – пенсионер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!